На предприятиях Лангипаса не хватает специалистов, в основном рабочих специальностей. К примеру, требуется около 200 водителей на разные виды транспорта. Городская больница примет в штат медицинских сестер, врачей, онкологов, гинекологов, эндокринологов, терапевтов. Нужны сотрудники и в торговую сеть города. На сегодняшний день самая острая проблема – это кадровый вопрос. Очень острая проблема. И мониторяя эту ситуацию вообще в принципе в городе, я пришла к выводу, что во всех сферах присутствует кадровый голод. В нашей работе же еще есть нюансы. У нас материальная ответственность. Просто так человека с улицы тоже не возьмешь. И существуют определенные правила, при котором человек поступает на работу. Но мы уже готовы пожертвовать даже этими правилами. Лишь бы человек пришел, задержался. Мы готовы обучить людей, чтобы они пришли. Но, к сожалению, я не знаю, почему так происходит. Или к счастью, что вот у нас все трудоустроены. А у нас нет некому работать. Вот в чем дело. Бывает так, что вот вроде даже объявления, приходят люди, но потом начинаются всевозможные нюансы. То на работу не придут, то опоздают. На всех предприятиях города есть социальный пакет. Вовремя выплачивается зарплата. В противном случае можно всегда обратиться в контролирующие органы. Человек официально оформлен, они официально все оформлены, они пользуются всем соцпакетом. Всем и больничным, и декретным, и отпускным. Мы сколько народу проводили в декрет, сколько народу встретили с декрета. Все зависит от количества отработанных смен, от определенной нагрузки. В среднем. От 40 до 60. Даже больше, чем 40. Много вакансий, при этом уровень безработицы самый низкий в Югре. На учете в центре занятости Лангипаса состоит всего 12 человек.